Каждый человек для себя интерпретирует одиночество по-разному. Кто-то считает себя одиноким, потому что у него нет отношений, кто-то потому что нет друзей, а кому-то просто поговорить не с кем, излить душу и многое-многое другое. То есть для каждого человека одиночество это что-то свое. Но выход из этого состояния, следующий этап и переход это свобода. В чем разница между одиночеством и свободой? Если мы говорим про одиночество, как я уже и сказал, это в большей степени негативное состояние, упадническое настроение. Свобода подразумевает выбор. Когда я планирую что-то, созидаю, творю, и в этом две принципиальные разницы. Что делает одинокий человек? Он пытается заткнуть свое одиночество всевозможными способами. Кто-то это делает при помощи алкоголя, начинает забухивать свое одиночество. Кто-то это делает при помощи наркотиков, запрещенных препаратов. Кто-то пытается закрыть внутреннюю дыру при помощи отношений. То есть идет в отношения для того, чтобы перестать быть одиноким. И часто у женщины спрашиваешь, чего бы ты хотела? Я бы хотела найти партнера, потому что мне очень одиноко. Вот одиноких женщин по психологическому состоянию, одиночеству. Миллионы, десятки и сотни миллионов на земле. И получается, когда вы идете в поиск мужчины и встречаете его, мужчина даже не доказывается о том, что он встретился с одиночеством. Представляете? Есть разница, когда ты встречаешься с одиночеством и когда ты встречаешься со свободой. Мне кажется, вам тоже бы не понравилось встретиться с одиночеством. Гораздо лучше, когда вы встречаете женщину свободную. Кто такая свободная женщина? Женщина в развитии, женщина со своими ценностями, со своей философией жизненной, многогранность мышления, психологическая зрелость. Женщина, у которой есть множество источников радости и счастья, хобби, увлечения, то есть какие-то ориентиры жизненные, фундаментальные. Эта женщина, даже находясь в ней отношения, свободна. Свободна, потому что она имеет возможность выбора. То есть она выбирает, как ей жить, как ей проводить время. Она способна сама приводить себя в состояние радости и счастья. И когда в жизни такой женщины появляется мужчина, они становятся дополнением друг к другу. Мне с тобой хорошо, но и без тебя тоже хорошо. То есть мне без тебя хорошо было. Появился ты, стало чуть-чуть лучше. Это говорит о том, что такая женщина будет всегда стабильной в отношениях. А женщина, которая приходит в союз к мужчине в позиции одиночества, мне без тебя было очень плохо. Теперь я должна сделать все возможное, чтобы обрести различные способы и приемы коммуникации, то есть управление тобой, контроль, чтобы не потерять тебя, то есть обладать тобой. Потому что если у меня до тебя ничего не было, я была пустой, значит ты будешь для меня фундаментально значимой личностью, потеря которой грозит и сулит мне возвращением опять в состояние одиночества и апатии. Такая женщина, как правило, находит для себя мужчину, в которых она занимает позицию потребителя. Дай, надо, дай, надо. И все рассуждения о том, что я ему все отдала, ты не могла ничего ему отдать, кроме своего тела и внимания времени, потому что у тебя в принципе ничего не было. И здесь очень важный момент, как из этого состояния одиночества выбраться. Давайте для начала посмотрим, какие преимущества есть у состояния одиночества-свободы, когда вы вышли из одиночества в свободу. То есть как только произошла трансформация из одиночества в свободу, вы прекрасно понимаете, что вы можете быть в развитии. То есть вы можете развиваться, вас никто не может остановить в этом развитии, вы выбираете свои ценности, хобби, увлечения, у вас появляются ресурсные состояния, и в принципе вы автономная личность, которая не согласовывая с партнером каких-либо действий планирует свою жизнь. Для чего? Для того, чтобы обогатить ее, и чтобы палитра красок в вашей жизни была разнообразной. Следующий этап, когда вы приходите к состоянию развития, в ресурсные состояния, у вас появится естественное желание делиться этим. Не брать, а делиться. И естественно, если вы голодны, вы не можете предложить человеку изобильный стол. Вам нечего дать, вы сами нуждаетесь. А когда вы имеете возможность и удовлетворить собственное чувство голода, еще и поделиться с другим человеком, это уже изобильное состояние. Так вот, свобода это изобилие, одиночество это постоянная нужда. Каким образом и за счет каких действий нужно использовать одиночество и выходить из этого состояния? Первый шаг. Задача абсолютно каждой женщины создать в своей жизни множественные источники радости и счастья. Это могут быть хобби, увлечения, окружения, различные мероприятия, познание каких-то новых сфер жизни. Для чего это все необходимо? Когда мы с вами концентрируем все внимание на удовлетворении своих потребностей и эмоциональных, в том числе через отношения, самые близкие к отношениям у нас идут пищевые привычки, когда человеку не хватает радости в жизни, либо каких-то состояний восторженных. И он начинает это все заедать сладким, либо переедать, либо употреблять ему алкоголь и так далее. То есть, задача разнообразить свою жизнь. Это могут быть и танцы, и спорт, и что там это называется, эти растяжки, пилаты, все что угодно. И гимнастика, и бачата, и танго, и фитнес, и групповые какие-то занятия. То есть, то, к чему вы будете душой и телом стремиться. Почему это важно? Когда у вас есть всего один источник радости и счастья, то есть, вы думаете, если я встречу мужчину, я буду счастливый. А если мужчины нет, я несчастливый. А когда у вас вот таких стаканчиков, чашечек множество, 20, например, да, здесь вы получаете радость от общения с окружением. Здесь от спорта, здесь от танцев, здесь от развития, здесь от любимого дела, здесь от взаимодействия через какие-то социальные проекты с нуждающимися. И вот ты смотришь, у тебя очень много источников радости и счастья. И появляются еще они в дополнительной виде мужчины. Это прекрасно. То есть, здесь полноценность прослеживается. Если этого нет, ну, к сожалению, вы всегда будете находиться в нужде. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы наполняете себя. То есть, за счет каких действий вы наполняете свою жизнь радостью, впечатлениями, азартом, восторгом. Если этого нет, задумайтесь. Вот у меня на моих бесплатных программах я часто рассказываю о состоянии психологической зрелости. Она дает возможность любой женщине стать хозяйкой жизни своей, собственной. Почему это важно? Когда женщина является автономной личностью, и она способна управлять своим временем, своими увлечениями, желаниями, пока у нее нет мужчины, она воспитывает и формирует в себе привычку быть счастливой, потому что она есть у самой себя. Тогда она входит в отношения как зрелое звено. Если женщина деградирует в одиночестве, и весь фокус внимания на мужчину, она считает, что только с мужчиной она почувствует себя счастливой, это опасная женщина. И, как правило, таким женщинам попадаются мужчины, в которых они разочаровываются. И вот на своих программах я рассказываю про алгоритмы достижения психологической зрелости. Поэтому переходите по ссылке ниже, регистрируйтесь, а также подписывайтесь на наш закрытый телеграм-канал «Женщина, которая смогла», где десятки тысяч женщин, следуя нашим рекомендациям, меняют свою жизнь. Это можно делать из любой точки мира, где бы вы ни находились. Следующий важный момент по вашему выходу и трансформации состояния одиночества в состояние свободы – это так называемый дневник героя, который вы можете вести для себя. То есть вы наверняка и в детстве, и в подростковом возрасте, а может быть и сейчас, представляли себе идеальную картинку своей жизни. Вот то, как вы себя видите, как вы себя представляете. И начните введение своего дневника героя с описания себя как личности в плюс-минус идеальном для вас формате. Отношения, работа, деньги, географическое положение ваше, где вы находитесь, куда вы ездите отдыхать, где вы путешествуете, чем вы занимаетесь, чем увлекаетесь, чем занимается ваш мужчина, чем он увлекается, что вас объединяет, какие ценности вы формируете в отношениях и многое-многое другое. И когда у вас есть четкое понимание того, к чему вы хотите прийти, дальше введение дневника сводится к действиям, благодаря которым вы пришли к этому состоянию. То есть что я теперь должна сделать, чтобы оказаться в точке B. То есть я понимаю, какой я хочу быть, какими должны быть отношения. И действуем, движемся вперед. Если это только рассуждение, а действий нет, ничего хорошего не будет. Естественно, третий пункт – это осознанное планирование достижения психологической зрелости. А вот психологическая зрелость подразумевает очень разные состояния. Это и работа с мышлением, это и паттерны негативного мышления, это и границы личного пространства, и выход из треугольника Карпмана, и работа с эгосостояниями, и сепарация от родителей. Огромное количество женщин имеют генетическую привычку страдать в прямом смысле слова. То есть генетическая привычка страдать, которая передавалась из поколения в поколение, от мамы, от бабушки, маме, от мамы вам передалось. И генетически, безусловно, у вас могут быть проблемы и с теми же гормонами радости и счастья. И все это необходимо изучать. Но для начала начинать работу нужно с мышлением, для того чтобы вы не использовали состояние одиночества как период деградации. Я вот недавно разговаривал с одной девушкой, она была без отношений, ей плохо было, вошла в отношения и стала еще хуже. Почему? Потому что период влюбленности, какую-то часть периода влюбленности, она прожила очень яркие эмоции. Представьте себе человека, который на протяжении года ел один раз в сутки одну такую горсть какой-то крупы и больше ничего. И стаканчик воды. Представляете? Год целый. И тут появляется возможность питаться разнообразно. Все, что хочешь. Все, что хочешь, пей. Все, что хочешь, ешь. И сколько ты захочешь. Каким будет желание человека? Сделать все возможное, чтобы удержать эту возможность. Вот есть, пить так, как хочется. А если отобрать? Опять страдания, опять возвращаться вот к этой крупе с горсточку. Этого не хочет никто. И вот когда женщина в состоянии одиночества заходит в отношения с мужчиной, как в случае с этим примером, произошло тут все то же самое, что я сейчас описал. Ей было плохо, потому что было одиноко. Появился мужчина. Эмоции, страсти, влюбленность, секс, подарки, ухаживания. В путешествия слетали. Период влюбленности утихает. Мужчина уже не так активен. Он в работе, он в делах. Они продолжают общаться, отношения, все прекрасно. Съехались, живут на одной территории. Но мужчина, адаптация прошла, мужчина занят своими делами. Естественно, занят какими-то семейными делами, но ей этого мало. То есть, степень и уровень ее одиночества, внутреннего и пустоты, до такой степени управляет ей, что она делала все возможное, чтобы привлекать внимание мужчины к себе различными деструктивными приемами. Через скандалы, через обиды, через уходы. И последней каплей в отношениях был ее крайний уход. То есть, каждый скандал, она собирала там вещи и манипулировала тем, что она уходит. Но никуда не уходила. Вещи соберет, но не уходит. Соберет, но не уходит. Мужчина ей раз объяснил, два объяснил, три объяснил. Предложил ей поработать над собой. Давай как-то, может, мы займемся каждой собой. При этом, на удивление, он, у него есть свой психолог, с которым он работает. А у нее все в порядке, она говорит. У меня все хорошо, у меня все замечательно. Последний раз был какой-то конфликт, она собирает свои вещи. Как обычно, складывает их там где-то, думая, что сейчас опять они поругаются, она разберет чемоданы. Мужчина просто посмотрел на эту кучку, вызвал грузовой автомобиль, который должен был туда вместиться с грузчиками. Приехали ребята, поднялись наверху, говорит, пожалуйста, загрузите вещи вот этой гражданки. Они загрузили вещи. Она в слезах, в соплях. Нет, давай поговорим. Я передумал, я пошутил. Это все одинокая женщина внутри. Это самая опасная женщина. Она придет в отношения и уничтожит жизнь любого мужчине, даже самому прекрасному и распрекрасному. Она вынудит его вести себя деструктивно. И если этот мужчина психологически незрел, он от нее сбежит. Поэтому состояние одиночества – это призыв к действию, перейти в позицию свободы, сделать все возможное, чтобы обрести счастье наедине с собой, достичь состояния психологической зрелости и только после этого идти уже в отношения. Ну и вот я даже помню, у нас одна девушка на моих бесплатных интенсивах, она такая не одна, но вот пример одной девушки, расскажу историю тоже. Она приходила ко мне на программу, наверное, года три подряд. И каждый раз, я рассказывал недавно эту историю в эфире, каждый раз, когда она проходила программу, она такая вся вдохновленная. О, все, я сейчас все поменяю в своей жизни, все будет здорово, прекрасно. Неделя проходит, она опять возвращается в свое прежнее состояние. Представьте себе, она за два года, за три года, которые она слушала программы, ничего не делала, там просто какие-то сумасшедшие события произошли. Несколько выкидышей, один аборт у нее уже был, какие-то расставания, какие-то травмы физические, в том числе, там сломанная ключица или рука. Я когда посмотрел, и как-то, когда ты не знаешь этих людей лично, ты об этом и не думаешь. А когда тебе такую обратную связь дают, ты понимаешь, что, блин, а таких же историй миллиарды, вот миллиарды реально. То есть где-то у каждого человека своя судьба, и он судьбу по-своему проживает. Но статистически то, что я вижу, это самое распространенное страшное состояние, это, конечно, состояние одиночества для женщин. И страх отвержения, который, в принципе, к одиночеству приводит. И либо мы сопротивляемся, чтобы не быть одинокими и отвергнутыми, начинаем вести себя часто деструктивно. Поэтому идите в развитие, и вы в нем не страдаете. Это значит состояние свободы. Ну, есть такие вот там женщины и мужчины. Им хорошо наедине с собой, и они не хотят отношений. Такие тоже есть. Возможно, какой-то процент из них бессознательно так защищается. Кто-то, может быть, делает это осознанно. Но в любом случае, если человек себя не обманывая живет в таком состоянии свободы, где ему хорошо, это его личное дело. Если же вы хотите быть в отношениях, то прежде чем пойти в отношения, вам нужно стать свободной, развивающейся личностью. Если проходит год, два, три, девушка сама, свободная, без отношений, всем говорит, да мне все классно, здорово, у меня все устраивает, никаких отношений не надо. То все хорошо, так бывает? Это нормальная картина или нет? А почему не бывает? Бывает. Ну, если ей хорошо, если она действительно себя не обманывает. Может быть, человеку хорошо, он там 5-10 лет один, без отношений, и все нормально. Мне кажется, в любом случае, в жизни каждого человека такой период наступает, когда даже тот, кому наедине с собой очень хорошо, задумывается над отношениями. Здесь же, как мне кажется, основной смысл в чем? В том, что человек, которому хорошо наедине с собой, настолько ценит то, что имеет, что не готов с этим расставаться. А почему не готов расставаться? Потому что, возможно, есть какое-то убеждение, что отношения – это всегда жертвоприношение. То есть тебе нужно от чего-то отказаться. И, по сути, такие люди входят в контакт, в союз с людьми, очень похожими на себя, которые тоже очень сильно чем-то увлечены, такие творческие люди, в трудоголике, в бизнесе, в работе, в карьере. Они себя узнают в другом человеке. И вариант, что он войдет в контакт с таким человеком, он более реалистичен. Потому что, если мы с тобой где-то схожи, по принципам, по взглядам, значит, одинаково ценим и свою свободу, и свое пространство. И им будет гораздо проще находиться вместе. Я даже помню ситуацию родную. Я с семейной парой одной общался. Для кого-то их отношения могут показаться странными. Но он и она – два сумасшедших трудоголика. И у него, и у нее там бизнесы, они прямо все в работе. И они часто находятся в разных странах. В абсолютном доверии друг к другу. Не знаю, есть ли у них сейчас дети, тогда не было детей. Но, по их мнению, все здорово и прекрасно. Но видятся они, ну, там, допустим, раз в неделю. Все остальное время они в работе, в делах, в разъездах. Ну, у них там любовь, все там, юбилеи, семейные праздники какие-то, друзья. На вопрос, устраивает ли их все это, они говорят, да.